Съемки вот в этом моменте не играют никакой роли. То есть здесь на самом деле проектор искажает немножко цвета, ну плюс еще источник света идет. То есть картинка там была, ну она была не то что ужасна, она была катастрофически ужасна. Чтобы это все свести воедино, пришлось очень много усилий приложить. И все равно, если присмотреться, видно, как сыпется картинка из-за нехватки информации. Но фишка в другом, что когда мы показываем на Массакрасах это видео, там сидят все профессионалы своего дела, скажем так, и никто не замечает вот этих нюансов, погрешек, вот этих огрешек. Потому что есть содержание. Да, потому что есть содержание. Ты смотришь историю, ты в нее погружаешься, и ты уже не видишь ничего другого. На самом деле и это и есть главное. То есть здесь не используется никакого дорогого оборудования, никаких кранов за миллион рублей, вертолетов. Здесь ничего этого нет. Здесь есть история. Это самое главное. И вот когда мы это сделали, мы поняли, в каком направлении мы хотим развиваться. Мы поняли, что мы не хотим снимать свадьбу как таковую. То есть мы хотим рассказывать историю людей. И рассказывать эту историю для них же в первую очередь. Потому что с каждым годом это видео для них становится, ну, как я сказал, бомба с часовым механизмом. Эмоциональным, скажем так. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы можете сразу задавать, не стесняйтесь, потому что мы сейчас уйдем в свое ценообразование. Да, конечно. Может быть, микрофон? Вопрос, песня, да, у меня будет. Да, сейчас. Спасибо большое. И на самом деле длинный вопрос, потому что я хотела вам выразить благодарность вначале. Это было очень потрясающе для меня, очень красиво. И это, ну, прям достойно того, чтобы воплощать в жизнь сама эмоция, самые воспоминания. Ну, спасибо вам большое, ребят, что вы сейчас и выступили, и здесь это показали. Спасибо большое. И второе, я хотела бы благодарность. Где у нас Дарья? Тут, которая помогает просто, да, нам возможность дает увидеть то, что другие вот только-только начинают сегодня. Спасибо тебе большое. Очень благодарна тоже. И сам вопрос, да, да, и есть возможность увидеть, что они гения, вот. Вопрос заключается в том, можно ли потом подойти сфотографироваться. С удовольствием. А еще вы самые красивые. Спасибо. У меня всегда начинают краснеть чоки, прекратите. Самый бесстепенный, вы просто переживали, что может не понравиться, но какой-то прикид понравится. Все прошло. Ну, мы еще продолжаем, на самом деле. Да, мы только начали. Во-первых, спасибо вам, что вы приехали. Спасибо, что пришли. У нас казахов положено благодарить людей, которые приехали издалека. И, конечно, спасибо за этот ролик. Очень хотелось бы проедать, сколько позитива. Но я хотела вот спросить, уезжать до такого ролика. Там нужно все-таки иметь вкус, в первую очередь. И, конечно, сама монтажная работа. Здесь довольно-таки сложно. Очень понятно, что вы это заценили. Да. Можно, конечно, снимать все, что угодно, бесконечно. Здесь важно, что вы еще сумели подчеркнуть, что нашли таких людей, с таким характером, с таких харизматичных и интересных. Ну и сам монтаж. Сам монтаж. Вот этот процесс вообще как бы меня интересует. Как он происходил? Да, насколько он происходил. Как, насколько сложно было это? Ну, смотрите, я понял ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Монтаж начинается с того, что вам нужно найти подходящую музыку. Музыка – это основа всего. Это, наверное, 70% успеха вашего видео, если вы правильно подберете музыку. На музыку может уйти подборки как от трех минут, потому что при съемке вы уже знаете, что вот эта мелодия туда подойдет. И вы знаете, что она у вас едет. Как может уйти до трех недель? Вот у нас есть работы, вот Лера и Паша внизу, где молодой человек улыбается. Там у них такое своеобразное, это ссорка, скажем так, своя, R&B-шная. Но в том ключе, в котором мы монтируем, R&B-музыка как бы не подходит. И вот заключался вот эта вся сложность найти компромисс между R&B-музыкой и их, скажем так, настроением. В итоге, то есть туда, в конец я искал эту мелодию, очень много. То есть весь ролик был готов, я не мог его закончить. И в итоге это была акустическая версия электронной французской группы, которая вот просто зашла туда, вот идеально. Но на это ушло там, на поиски в течение, ну, не знаешь, что я три недели сижу, по 8 часов в день ищу мелодию. Но, тем не менее, то есть этот процесс очень сложный. Так вот, и с Ваней и Дианой то же самое. На поиски мелодии ушло очень много времени, чтобы они все, так скажем, друг друга переходили. Когда у вас есть мелодия, когда у вас есть интервью, вы начинаете от этого отталкиваться. Составлять эту историю, уже потом ее заполнять кадром, скажем так. Вот, но... Это очень хорошо, что вы заметили этот момент, потому что, на самом деле, вот, как вы сказали, нужно иметь талант, да, так смонтировать. Вот, это безусловно, и нужно понимать, что, когда люди смотрят работу, есть только два критерия. Она может нравиться, либо не нравиться. А почему она человеку нравится, он не понимает, он просто смотрит, и он понимает, что это ему нравится. Но в этом нравится заключается куча нюансов, вот, вы подветили очень в этом нюансе, на самом деле. Объяснить это человеку, который не знаком с видео, и, скажу, знаете, мы можем музыку две недели подбирать. Сумасшедшие, что ли. То есть, и вот, человек платит за это деньги. Очень сложно. Я вот, позвольте, одну минуту рассказать еще историю. Есть такой видеограф в Хорватии, Ласла... Ну, Слагабай, эти видеографы. Робер Маласко есть такой. Я как-то, когда Маласко Габай назвал, он говорит, не понял, что Ласла, эксклюзивно. В общем, мне довелось с ним повидаться, когда я летал тогда с краном. Когда мы уже летали, второй раз я полетел для того, чтобы нам дали новый кран. Потому что я скинул нашу работу, говорю, смотрите, мы на вашу коробку наснимали, сделайте нам рекламу на этот кран. Мы прилетели еще раз, и когда уже у нас познакомились с Баласко, собственно, я ему задал еще важный вопрос. Как у вас с музыкой? Он говорит, музыка, это вот неприкосновенно. Я, говорит, могу поделиться любым секретом, любым опытом, всем, чем угодно, но кроме музыки. Даже название не скажу, говорит, есть. Потому что я, говорит, могу сидеть и там две недели, месяц не начинать монтировать, пока я не услышу ту мелодию, которая будет подходить именно к этим людям по настроению. Когда я понимаю, что она их раскроет. Как только я нашел, говорит, я даже не переживаю за Наташу, я знаю, что ролик готов. Вот. И это очень важный момент. Вот. То, что наша цена, да, мы сейчас дальше в обыке, люди, то есть, ну, кто к нам обращается. Я не люблю слово клиент. Да. Это в итоге наши друзья. Наши друзья, да. Потому что мы с ними, действительно, мы с ними съемочный процесс, вот мы дальше сейчас потом будем показывать, сколько мы на что тратим. За вот 10 дней съемок рабочих вы настолько сближаетесь с людьми, и они настолько вам открываются, когда вам еще расскажут историю, карьеру. Все, вы становитесь очень близкими друзьями. Так вот, еще в ценообразовании, которое, да, у нас получается, то люди тоже платят за то, что, вот, как вы сказали, вкус, вкус пора в музыке. То есть, они приходят и получают, они платят не за оператора, они платят за подход, за наш подход в целом, понимаете. То есть, вот, они покупают не свадебный день, они покупают продукт, вот, целый продукт, который, получается, на выход. Вот такая у нас философия, вот, к ней мы пришли. На самом деле, можно, мы ответили на ваши вопросы, частично, на самом деле, можно разговаривать про него очень долго. Ребят, а у меня такой вопрос. Хорошо, когда приходят пары, такие замечательные, у которых такой огромный багаж и архив. Что делать, если его нет? Где берутся идеи? Снимаете ли вы только их реальные истории или придумываете сюжеты? Где берется вдохновение, черпают в книгах, в фильмах или как? То есть, как бы, если человек пришел, как в чистый лист, и говорит, сделайте что-нибудь, я хочу так же классно, но у меня ничего нет. Можно ответить, да? Начни. Можно ответить с Монтанта. Да, полностью. Смотрите, мы никогда не придумываем никакой истории. Вообще, не, как бы, нас спрашивают, что вот у вас люди, как разговаривают, как киноактеры, что они у вас такие все подготовленные, что у вас со всех историй вылизаны. Белые зубы, белые зубы, они выглядят, как американцы у вас. То есть, это все, это все, это все работа. Элементарно, чтобы с человека взять интервью, даже казалось бы, как так. Очень часто люди приходят и говорят, у нас банальная история. У нас ничего интересного, там, мы, там, познакомились в интернете, поженились. Можно посмотреть наши работы, вот, Миша и Милис. Да, они все разные, но суть в том, что мы объясняем, что, поймите, не важно, интересна она или нет. Для вас она может быть неинтересна, но когда вы это сделаете так, как это было и расскажете, как это было, через 50 лет вашим внукам будет очень интересно посмотреть, потому что вы это делаете, в первую очередь, для себя, а не для интернета. У нас даже был один случай, когда одна пара после просмотра ролика Вани с Дианой пропали. То есть, они пропали, мы должны были с ними снимать, подделать подсъемки, они звонили, неделю, они берут трубку, и говорят, мы вообще не хотим сниматься. Почему? Говорят, у нас история ни о чем, по сравнению с этими ребятами. Вообще мы ни о чем. Ну, да, я говорю... Хуже жениться не надо. Да, я говорю, ребят, вы не на премию «Оскар» номинируете, не так работают, какая будет лучше. То есть, я приехал к ребятам и проводил психологическую беседу, часа полтора. Бесплатно. Бесплатно. Но мы включаем. Причем, невеста уже потом сказала, ну ладно, ты меня успокоил, конечно, у тебя есть какой-то вот этот вот настрой на съемки. В итоге мы кое-как с ними сняли только интервью, но это было достаточно, чтобы сделать их работу. Вот, Настя с Антоном, посмотрите, у них вообще было по-минимуму. У них был только ЗАГС, один день съемок, не умереть. Были сборы невесты, на самом деле вообще все. То есть, к нам пришли ребята, на тот момент мы уже стоили 160 тысяч. 4 тысячи долларов рублей, да. И они, мы понимаем, что, то есть, это не наш целевой клиент, скажем так. Мы послушали их историю, мы понимаем, что, ребята, то есть, они сказали, у нас будет сборное место, это что важно, как снять. То есть, было самое главное, ЗАГС. Который мы уже не снимаем. Мы вообще не, да, то есть, ЗАГС для нас это отдельная история. Да, когда мы потом можем сходить, да. И потом прогулки у нас там, небольшая, 2 часа прогулка, которую мы тоже не снимаем в день с вами. И мы улетаем в Таиланд. Мы им говорим, ребят, вы понимаете, что по факту мы снимать будем только вот ЗАГС и сборы невесты. И это будет, ну, зачем вам это? Вам проще нанять там более дешевого оператора, да. Потому что, какой смысл? Мы не раскроем вас. Мы не сможем себя проявить. Они говорят, нет, мы хотим вот, чтобы именно вы сняли сборы невесты. Сранс, да. Мы смонтировали. Да, в итоге, в итоге мы им дали GoPro нашего, который вот здесь положил. Дали настроил прям, в том числе, как я ему показываю, жениху, как нажимать, на что включать. И они поехали с этой камеры в Таиланд. В итоге из этих материалов, которые они призывали, сделали еще 2 минуты. 2 минуты именно их свадебное путешествие. Там, в том числе, тяж, у нас получилось там 12 минут вытянуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.